Наталья Валерьевна и Сергей Альбертович с интересом наблюдают за процессом строительства дома, проверяют качество работы, контролируют ее динамику. 7 ноября в торжественной обстановке первый дом семейного типа распахнет свои двери и наполнится детскими голосами. Идея взять на себя родительскую ответственность, поселиться в двухэтажном коттедже с приемными детьми и наполнить их жизнь уютом домашнего очага принадлежит Сергею. Наталья мужа поддержала. Теперь, когда до значимого события остались считанные деньки, испытывает смешанное чувство радости и тревоги. Чтобы они все вместе подружились, чтобы нашли контакт, чтобы дети к нам потянулись, тоже пошли. То есть, как бы вот это вот все. Конечно, тоже беспокоит одеть, кормить, как. То есть, ну, пока я не представляю, как я буду готовить на всю эту ораву. И если Наталья думает о том, как всех прокормить, а в доме поселится пятеро детей, то Сергей озадачен другим вопросом. Для него самое главное – направить детскую энергию в правильное русло. Будущий приемный отец просит у представителей власти сделать все возможное, чтобы на площадке во дворе дома были созданы все условия для круглогодичного занятия спортом. Хочется и кольцо баскетбольное, и волейбольную сетку, и теннисный стол. Ну, не просто качели, чтобы стояли на участке, а чтобы дети могли хоть чем-то играть не так, как просто в детском доме, а у себя на хорошем участке. В доме семейного типа, общая площадь которого 319 квадратных метров, продумано все до мелочей. Двухэтажный коттедж построен для комфортабельного проживания и отдыха всех его обитателей. Этот дом позволит, значит, снизить нагрузку с детских домов, которые существуют у нас еще в нашем городе, и создать детям более комфортные условия. Фактически дети получают семью со всеми здесь вытекающими последствиями – маму, папу, своих братьев и сестер. Заботу и любовь родителей здесь получат трое мальчиков 6, 8 и 10 лет, и две девочки – 10 и 11. Из них только старший ребенок – собственная дочь Сергея и Натальи. Остальные – все дети приемные. В течение года их число увеличится. К строительству нового дома семейного типа в Гродно приступят в 2016 году. Алла Мачко, Анатолий Бояринцев, Новости, Гродно+.